Вот продолжаем работать на картошке 11 сентября 2018 года. Уже больше половины выкопали. Вот батюшка нам пришел в гости. У вас это за траву мотоцикл есть, да? Да, батюшка, хоть всю забирайте. Добрый день, Бог помощь вам. Спаси Христос. Вот сколько у нас осталось немного тут. Мы не пропололи, а так-то пропололи в течение лета. Разве так и бывает? Великие дела были у нас, бачка. Великие дела, ну что-то. Садить поменьше надо. А вы по-советски еще все, чтобы больше было, больше количества. Да, да. А можно посадить на полы, но уходите и урожай больше будет соберете. Ну вот, смотря как землю еще обработаешь. Вот это белые штанишки, как манишки, кто? Знакомы? Где-то наняли вы таких. Я не могу нанять работников. У вас сама приходит второй день. Вот эти хорошо, наверное. Да вот как раз, даже я не знаю. Мы это только обещаем, ради царствия Божия только. Вон как. У вас здесь в вашей работе может живьем войти. Виталий? Да. Подожди-ка сюда. Сейчас мы тут. Маленько. Погутали. Что там? Пою емки. Холк. Я же не успею сейчас собрать. Вот один мотый. Тоже не дает. Давай, братец. Ну и что, сохнуть будет. Колорадский жук, где я съел, листья там еще нету. Я вот еще подумал. Ты этого товарища-то своего. Сегодня у него суд. Он что, хочет сына отбить, чтобы ему отдали, да? 11-го. Нет, ничего. А? 17-го суд. 17-го? Нет, она не дает видеться с ними даже. Да зачем видеться? Она настроила против двоих ребятишек. И твоя также. Аминь, также. Я вот хотел тебя спросить. Ты вот пошел, когда коров пасти, я тебе сказал. А что ты так это? А ты говоришь, так что они, коровы-то, чужие? Ну, а как, мои что ли? А вот у меня ребятишки были 45 лет. Те годы было со взрослыми. Каждый год 108-109 человек за лето. И за 45 лет ни одного не было. Ни взрослого, ни ребенка, чтобы были чужие. В каком смысле, Игнать? В полном. А теперь давай посмотрим. Ты видел, нет такое? Когда нас окружили, а дети стоят и скандируют. Не заходите, лютые безбойщики, займитесь своей рукой. Плакаты у них. Видел на книжке. А? Книжки видел. Видел, так? Да. Заметь, милиция приехала, прокуратура, а я им ни одного ребенка не дал. 16-й год, сегодня 18-й. Роспотребнадзор, это не санэпидемстанция. На их стороне суды, на их стороне полиция, на их стороне прокуратура. Я им ни одного ребенка не дал даже поговорить. Ты видел, как ролик стоит? Как учили детей убегать от Роспотребнадзора. Видел? Нет. Не видел? Ну, я знаю, что учили. Я его не смотрел. Это не наш ролик, не наш. А ТВ-24 поставили. Это очень известная программа. Как учили убегать от Роспотребнадзора. Они там вылавливали адрес по адресам родителей, чтобы они показали на меня. И они ничего не могли сделать. Подали в суд, суд прошел, им ничего не присудили. Как ты думаешь, почему? Чужие дети, как ты говоришь. Ну, я в каком плане? Ну, вы ответственность за них несете ведь. Они, они на детские лагеря, там впереди написано, допустим, оштрафовали 30 лагерей. Меньше миллиона нету. Миллион-полтора, миллион-полтора. У меня ни рубля не могли взять. Почему? Я-то более уязвимый, чем они. Господь, что с тебя возьмешь? А? Что с тебя возьмешь? Бесполезно, ничего нет. Вот так вот. Это не поэтому только. Тут прокурор меня замучил, вызывал, 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 и так и кончилось ничем. Я ни разу не поехал. Так тогда, я думаю, зачем вы одеваетесь-то так? А вот это как раз и помогло мне. Представь себе, в городе Барнауле, это столица Алтайского края, в городе я иду вот в этих брюках, босиком, не в носках ничего, абсолютно босиком, и прихожу к губернатору края, к мэру города, к прокурору края, к этому главному суде Алтайского края. У всех звание генеральское. И они меня принимают, на ноги не смотрят. А вы одного не можете, своего родного сына. Ты посмотри, вот у чеченцев, вот, ну, кто такой Арбакати? Ну, дочка Пугачёвой. Дочка Пугачёвой. Родился сын, а она родила его от кого? От чеченца. От чеченца. И что? Алла Пугачёва, Прима Мадонна, она Путину написала, то другое, фигушки. Рамзан Казыров сказал, это национальное наше обычное, ребенка мы отдавать не можем. Надо повидать, повидайтесь, Руслан. И Руслана не научат тому, чему она не научит. И ничего не могли сделать. А Путин никогда не вмешается. Сказали, как у вас, у нас же закон одна жена, вот у тебя глава администрации, две жены. Он говорит, Путину зачем это нужно? Он выполняет свои обязанности. У нас разрешаются четыре жены, но мне одной хватает. Так, а ты судишь, что он видится. Ну, хорошо, тебе дадут видится, скажут, каждый день может видиться с ним. Ты будешь приходить каждый день видеться? Ну, ты пришел посмотреть, принести ты ему ничего не можешь, помочь не можешь, ты не о чем у тебя... И для чего тебе это нужно? Вот видится каждый день видится. Мне не надо, зачем к этому. Она тебе не отдаст. Мне раз в месяц-то я могу приехать, когда Тихоничу, побыть. Он спрашивает, зачем? Не про это. Зачем? Ну, допустим, разрешили. Вот для этого, чтобы я мог взять сына, приехать, например, сюда. Ты мог другим путем, Виталий, это сделать. Я тебе уже говорил, не так делать. Через суд ничего. Ну, присудит суд тебе, раз, а ты приехал, она тебе нет, то уехал, то еще. Ты опять в суд будешь. И от этого ты что? Расположение будет ее, и сын вырастет к тебе. Да нет, ничего не будет. Это то, у нас есть близкие, которые знаем, что ничего этого не будет. А ты бы другим путем пошел. Что, развили, да, ну что-то там, ты не угодил, там она, это... Ну, ты знаешь, когда, там, день рождения у ребенка, у нее что-то взял, какую-то там, это пришел, по-хорошему. Ну, цветочек взял, там, коробочку конфетку купил, там, пришел, все. Вот и все, можно же как-то сделать, все равно. Ну, можно это сделать. Ну, передают, там уже эти, артист, у него, по-моему, шесть жен, что ли. Да, этого Евгения Тушенко, четыре, и все вместе собираются, все вместе за ним самым. На день рождения все приходят к нему, все вместе с детями, все, у всех дети, все с детями приходят. Все, все жены веселые, обнимаются, сылаются. Значит, может, как, ты с одной, значит, так, что вот это судить, видеть, сюда... Так он, наверное, в интернете, она прелюбодейка. Вот сейчас, так сказать, видеть, сейчас суд начнет. Элементы платишь? Задолженность есть или нет? Триста тысяч должен. Вопросы, почему? Скажет, почему? Ну, я объяснял им, почему. А что объяснять? Ну, вот, по причине того, что сына не дает. Поэтому ты что, элементы не платишь? Это при чем здесь не дает? При чем это-то здесь? Ты элементы, это не ей, ты ребенка на ребенку, это дети, это ребенка. Ты ребенку даешь, деньги, деньги-то. А то она жена такая, я поэтому ребенок пусть голоду помирает. А ребенок умрет, ты ей платить-то не будешь сразу. Тут и так понятно. Ну, понимаешь, ну, как-то рассуждения какие-то такие, ну, как это? Ну, положено 25% от заработка. Ты заработал сколько? 25% сразу отстегни и пошли. По почте пошли там как-то. Все, сколько есть дали. Старался заработать не меньше, чтобы минимума было послать. И этого бы не было. А она вот не дает, и поэтому я ей не даю. А это не аргумент. Суд это внимания не будет. Ну, это понятно. Видится, не платил, не платил. Тебя просто могут посадить. Раз нет, это злостный неплательчик. Так будет. А другой так. Из детсадика нанял специальных людей, которые с ребенком через оградку поговорили. Он вышел в машину, сел и отправил в другую область. И она теперь сут, он говорит, а я при чем здесь, я ребенок, он на нее. И так и ребенка, а он временами ездит, видится и все, раз на это пошло. Люди вот на что идут даже. Я ребенка ни одного не дал. Она может с Тимошей Батуйкиным побеседовать, я говорю, нельзя. Наедине. Приехала кто по прокурору, ну, милиция. Это ролик стоит. Я говорю, нет, в моем присутствии. Я ей не дал. Совсем неправильно. Суд подавать. Суд ничего, но суд присудит сейчас. Ты остаешься на том же положении. Потому что ты-то не меняешься, ничего не меняешься. Вот здесь взяли парит, ну, види, матушка дошла до конца, он ровно, чуть меньше половины прошел. Ну, ладно, это другое. Здесь мы... А это другое деньги-то откуда? От труда? Устроился где-то на работу. Надо устроиться специально на работу, зарабатывать. Ну, как это? Ну. Через сколько лет? Сороковка. Ну, сороковка, это самый рассвет мужчины. Самые и силы, и должно быть ума, мудрости, все это самое такое уже, еще нет. Там за 60 уже, там начинается увядание, там вот все, прихватило у меня спину, я не могу согнуться. Все уже. Там в коленку вступает. А сорок лет это самое это. Мы приехали, мне было 47 лет, когда приехали в Потеряевку. И вот первый дом строили. Полностью мы сами вручную делали кирпичи. Вставали, еще шести нет, и ложились уже, когда луна. Если луна есть, то еще при луне стараемся поработать. Мы к осени начали, я первый кирпич положил, что я положил, когда? Где-то в августе только. До августа мы делали кирпичи из соломы, с глиной, с аман. А 14 октября мы затопили печку. На Покров затопили печь уже в этом доме. Двухквартирный дом построили. Не было ничего, ни материала, ничего работали. Ну, какая выгода? Ни гвозди, ни дощечки, ничего нет. И ни в магазинах, нигде ничего не было. У меня нет ни одной хромленой, там в доске. Все, я топором хромил. С леса-то таскали на себе веревками, там, спилим какую осинку. Осинку. Корову. Ну, как корову веревкой вытаскивали осины из леса. Ну, понимаешь, что? Я тебе скажу свое. Ну, ты вот как-то так, ну, разве можно так-то? Ну, надо как-то все-таки... Ты когда венчался, то там ведь говорится, чтобы просил Господи благословить, чтобы они жили в достатке и чтобы могли не своим детям, а уделить нуждающимся. В молитве есть такая, чтобы ты мог уделить нужда. То есть, там, десятина и прочее, где найти нуждающихся, где, чтобы мог уделить у тебя было в доме что. Понимаешь как-то? Ну, вы как-то так же живете очень легко. Я начинал жить. Мы поженились, когда с матушкой переехали. Ничего не было у нас, ни квартиры не было. Давай строить фрибрихи. Брат помог, там я купил маленькую там хибарку. Мы еще пристроили, сейчас стоит этот дом. Уехали в Киргизию. Я работал на стройке, вручную встроили колхозные дома. Все, цемент там, бетон, раствор вручную мешали. Я восемь часов там мешаю. Приду вечером домой, успею рядок проложить кирпичи. А дом строил. Полдома купил, а давай строить дом. Все лето. А суббота, воскресенье? Где-то искали, где еще подзаработать. Кому дом, кому гараж сложить. Вот так вот. Ну, это было мне 27 лет. 28 лет. Ну, как-то вот так это легко. Ну, можно же работу найти. Я думаю, сегодня можно найти работу, чтобы достойно зарабатывать, элементы. Все-таки сыну платить. Ну, вырастет сын. Мать спросит, отец где, да, где он такой еще? Помогал? Нет, не помогал. Ну, а какое расположение сына? Ну, ты будешь видеться с ним. А что ты от этого поимеешь? У меня дети были такие в лагере. Говорят, вот у меня день рождения, а папа ушел к другой женщине. Никогда не поздравить, ничего. Нет, здесь неправильно. Кто в суд подавал? Ты в суд подавал? Ну, чтобы тебе вот сейчас от суд будет для чего, чтобы... Это о другом речь-то, не обо мне. А о Валерии с вторыми. Это о Валерии. Мы решили устроить у Валерии там праздник девства в стране. Или его патриарх прислушиваться. Какое девство? Только в люльке девство-то. Ну, у меня были такие мысли. Вот вы сейчас тоже через суд, чтобы видеться. Мне сама судья сказала, иди через суд делай. Ну, ты видел, что к этому дело подвигается. Почему учащенцев не научишься? Ну, прессовы же не будут приводить тебе, у нее отбирать ребенка, чтобы тебе показать, повидеться. Не будут. Понимаешь что? То есть это все пустое дело, что ли? Я ничего не понимаю. Суд, конечно, пустое. Пустое. Это опять от нее. Если ты расположишь ее, то она отдаст тебе... А нет, нет, она зачем-то искать видится. Если, простите меня, прелюбодеек режут, Евгений Тихонович, вы к чему призываете? Батюшка в суе все говорил. Почему в суе? Я тебе говорю, что когда другие люди, народу понимают, что вот грозит, что она может отнять, они он присваивает ее полностью, и больше она его никогда не увидит. Нет, он в том, он считает, что она прелюбодейка. Ну, а он-то взошел с ней, дело-то имел, когда не венщины были, и знал, говорит, ты это блудник. Причем, значит, вы, кто дал повод к этому-то? Может, к этому-то ты и дал повод. Ну, почему она ушла-то? Она ушла или ты ушел? Ну, развелись, а как? Просто так не бывает. Священника винить, священник подсунул. Она такая плохая, с сыном его знакома, он его сумел спасти от нее, она тварь негодная. Да ну, это... Отец Александр виноват. Теща виновата. Она болеет, ей обязательно надо было забеременеть. У меня газет, я возьму газет, пачку там, мне тут газетка надо там. Зайди, возьми. Я понял, идет речь о сыне. Сына надо обеспечивать. Обеспечивать надо. Вот резюме на пачке слова. Обеспечивать надо. Что? Я почему-то не понимаю. А ты не обеспечиваешь его. Ты уже в этом виновен, что ты не заботишься же о ближних. А ты это должен. И каждое дело, там, говорит, вот это не мое. Каждое дело, говорит, что бы ты ни делал, делай, как для Господа. Пошел коров посетить. Это коровы не барабаша, там, не устиновые, там, бараны, не батюшки. Это я для Господа делаю. Каждое дело, это надо делать так. Тогда будет все хорошо. Я понимаю. А так, да? На что они нужны там это еще? Так ты не бесплатно, что-то. Ты день пропас за день, там, сколько у нас сейчас? Ну, сейчас меньше, там. Но все равно рублей 350-400, наверное, будет. Они еще придумали, вот, матушка и Надежда Васильевна. Позовут вот одного парня. Мудрые, конечно. Парня позовут, у них помогают. За час тысячу. Я говорю, да где в деревне такие деньги-то? Да это... За час работы тысячу. А что мало-то? Можно две дать. Я говорю, где это видно? Я бульдозерест, бульдозер, горющее, там, трактор бьется. Это дают потому, что они, сказать так, что не знают просто цену. Вот и все. Деньгам не знают. Этим развращают. Ну, Виталий. Ты понял? Ты вглубже туда посмотри. Я тебе еще раз говорю. Вот это тоже было здание. Нанял людей и через границу провел. Мы смотрели оперативный псевдоним. Ребенка, как они в Англии. И вывезли сюда, и все. Ну, ладно. Хорошая картошка-то. Вот только видишь, она у вас заросшая. Вы... Не, 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 ни разу не пропололи, да? Да, так и все. Сколько раз попололи, Виталий? Ну, раза два, точно. Ну. А то в конце надо было еще прополоть. Не вылазили. Ну, соседи рядом с вашими два раза пололи, у них чистая картошка. Пололи как? Ну, ясно, какие порчики были, кто полол. С ребятишками? Ну, вот и все. Что там пололи? Если пололи, трава-то в человеческий рост бы не выросла. Что вы говорите, ну? Вахлое. 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 Давайте. Делаем. Что, пойду я пололи? Ну, так все дальше-то. Собирайте быстрее, собирайте. Ты вот сейчас подходишь к батюшке благослови. На чего благословить-то тебя? Друг твой сейчас судится с 17-го. На добрые дела, чтобы делал добрые дела. А он добрые дела понимает, вот как он понимает. Ну, так не надо понимать. Ну, как Зулуса, такая нация, говорит. Что такое хорошо? Он говорит, хорошо, это когда я соседа убью, врага, жену дом завладею. А плохо, а плохо, когда он меня убьет, завладею женой домом. Тактика Зулуса. А ты воскреси, а ты, Настя. Как? Настю эту воскреси. Матушка тоже возмущается. Что, говорит, стоит, быстрее работать. Она молодец. Аллилуйя. Ей сыны нету. Сейчас я на семена сейчас переберу. Дождь идет. Иди скорее, собирай. Закрой только плотно, заверни в это.